И вот, кстати, Баба Вася как раз, Кошечкина, рассказывала, что Хованский пошел в депутат, в помощники депутата Власова, чтобы его перестали бить на улицах, из-за, значит, чтобы ему корочку выдали, то есть вот... Ну а зачем вы сейчас это озвучиваете публично? А чтобы, собственно, Хованский тоже как бы был в курсе, что про него, значит, вот эта вот прекрасная Баба Вася рассказывает за спиной. Ну да, но это же не Баба Вася сейчас делает, а вы, понимаете, в чем дело? Я хочу, чтобы Бабе Вася было хорошо. Ага, отлично, да, замечательно. У меня, на самом деле, с Хованским-то каких-то мифов нету, да, особых, то есть, ну, просто живет человек и не знает, какую информацию про него распространять. Потому что Баба Вася рассказывал, что Хованский в принципе не любит вообще любой националистический дискус. Ну я же не говорю, что это правда, я говорю, что мне это рассказал Баба Вася, а правда это или нет, я как бы судить не берусь. Ну да, но вы могли, как бы, скажем так, дальше не транслировать эту информацию, понимаете? Почему? Ну, просто могли. Просто могли. Ну, украинцы, знаете, тоже могли бы быть русскими, но не украинцы. Мы это еще так же вот берем и... Ну это... У Вася мог бы быть натуралом, но он не натурал. В Америке негров вешают, то есть, окей. И Хованского на улицах бьют, хотя когда как. Мы не одобряем то, что Юру бьют на улице, если это правда. На самом деле, все это так смешно. Ну, я не знаю, правда, не правда, за что купил, за то продал. Да, да, но, кстати, вот Хованский пишет, что он... Я всю лексику, я, конечно, не буду повторять, потому что тут рыжий... Пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пу-пу. Значит, он спрашивает, как конкретно корочка может защитить от трубы по спине? Ну, если шутить, правда, руководители разных организаций, то никак. А вот смотрите, да, плюс вы озвучили эту информацию для того, чтобы якобы какому-то другому человеку сделать, чтобы к нему хуже относились. Но проблема в том, что вот я сейчас читаю, что мне Хованский в личку написал, но он только хуже к вам начал относиться. Он к нам хорошо никогда не относился. В том-то и дело, что я вот его почти, знаете ли, склонил к тому, что там приходи вместе, может быть, посидим и так далее. Но вот после того, как он услышал, что вы тут всякие инсайды распространяете, он начал писать очень оскорбительные вещи. Не надо мне только засирать Хованска, потому что вы мне сейчас загубите второй стрим. Нет, это самый лучший человек на свете. Он очень смешно, значит, шутил про вопер-пиццу в связи с Дианоном. Причем он пошутил в тот момент, когда об этом никто, кроме, собственно, продюсера Иванова и его окружения не знал. А вы не могли бы все эти вопросы решать именно вместе с Хованским? Ну, я же, вы же транслируете, значит, я не в случае этих локальных мемов, а во-вторых, у нас должен стартовать второй сезон на совместных стримах. Он же уже стартовал. А вы сейчас все предпринимаете усилия, чтобы этого не случилось. Моя аудитория будет очень расстроена этим. Ежи, вы же не одобряете, вы же не одобряете поэтому, то есть мало ли чего. Я не одобряю, нет. Мало ли я чего говорю, потому что свое мнение не ваше. Я, в общем, понимаю, в чем дело, я как Швейцария, я сохраню нейтралитет между вот этими вашими воюющими, как бы, сторонами. То есть вы, как Швейцария, наживаетесь на, значит, золоте, на золотых корольках, выданных из зубов, новых немцев, да? В каких-то вопросах ваша позиция, мне кажется, более комплиментарной. Но вот на сегодняшнем стриме вы делаете все для того, чтобы это было не так, понимаете? Вот я не понимаю, зачем вы это делаете. Все скоро на эшафоте будете, русские, вперед. Ну да, погром, блядь, конечно, гений, блядь, от слова «г». Мне сегодня, Скайли, он на стриме говорил, что мне корку дали, чтобы меня на улицах не били. Хотя уже, блядь, года три как, блядь, на улицах-то не хожу. Если хожу, то с охраной, блядь. И корку эту ни разу не доставал. Но он мастер, конечно, сочинять, блядь. Что я хочу сказать, крайне неприятный человек. Уж кому-кому, вот, а ему-то в оперы, может, и заслуженно пришли. Человек, который выдумывает хуйню какую-то из цикла, блядь, что на радио Мэд ФМ будут пилиться, блядь, деньги, что это проект ЛДПР, блядь. Ну, господи, по-моему. Ну, это, как говорят американцы, wishful thinking. Человеку хотелось пилить какие-то мифические бюджеты. Может, он презентовал на тысячу рублей, которые Владимир Вольфович выдает? Да, вот это вот только и бюджеты. Жириновский из личных денег раздает нуждающимся по тысяче. То есть, тем более тупо, блядь, говорить, что продюсер Иванов пришел, блядь, разворовывать бюджеты. У продюсера Иванова, мне кажется, наоборот, ЛДПР спиздит. Че-нибудь на какую-нибудь аргументацию... Ну, будем надеяться, что нет. Сходки Жириновского или че-нибудь такое. Вы просто не представляете, где деньги-то находятся конкретно во всей этой схеме, блядь. Ну, людям хочется думать, если Погром допустит мысль, что деньги у меня, а не у ЛДПР, он этого не переживет. Потому что, оказывается, он сосал не туда. Вот, поэтому, как бы, дело такое. Да и вообще, мне вся их банда не нравится, все эти жмели, Погромы, блядь. Согласен с тобой. Мне и маргинал твой, конечно, в пизду не нравится, блядь, ёпта. Я, если честно, мне вообще никто не нравится. Практически. Что, и Мэдисон теперь тебе не нравится? Ну, почему? Мэдисон, конечно, нравится, но прикол его тоже на прошлый стрим ворвался. Начал с постиронии все время как-то. Так ведь люди подумают, что это все постирония, а мы сидели, блядь, по делу отвечали. Че, зря, что ли, эти все запросы разбираю, чтобы... Потом люди считали, что это хуета собачий и прикол какой-то. А когда ты их опубликуешь-то уже? Да, блядь, не знаю. Вот сейчас, блядь, у меня другой ролик. Я человек долго запрекающий. Ну да. Ну просто я слышал там уже и ответы какие-то есть, и результаты, а ты все это как-то скрываешь. Ну, типа, собираю, чтобы одним скопом все выпустить. Что ты ко мне пристал, блядь? Я хочу тогда выпускать свои ролики. Хочу и опять выпустить баб на корейском сайте, смотреть, блядь. У меня нету, блядь, необходимости что-то выпускать в срок или не в срок. За это я, конечно, благодарен в первую очередь своим спонсорам, потому что я как послушал, что люди говорят про то, как сейчас работает во время коронавируса, господи помилуй, просто пиздец. К сожалению, Юра обиделся, написал мне гневное сообщение, вообще не понимаю, что я сделал. Я сегодня весь день занимался машиной, мы выпили там с друзьями в гараже, конечно, но я пришел, я вроде ничего такого не сказал, а он разобиделся, написал мне, что я мудила. Я так и не понял, что я сделал, ребят, если честно. Василий Максимович, что я сделал? Я не понимаю. Я всегда за то, чтобы все жили максимально мирно и дружно. Я могу вам объяснить, но потом и в личку, и не онлайн. Что, я и в Ender Space не играл, я, наоборот, пришел, так сказать, на полном супер-хорошем настроении, хотел, наоборот, дико угореть, так сказать, ну, в том плане, что, конечно, нет, я не хотел серьезные какие-то темы обламывать, но, блин, ладно. Пуси Дестроер. Хович, а что за история про 15-летнюю отпизженную бабу у тебя на хате? Знается, история, когда я приехал к тебе в гости и нашел там 15-летнюю женщину с разбитым глазом, так сказать, и покупал ей на красную стрелу билет. Как ты это прокомментируешь? Было ли домашнее насилие, или она действительно упала, нахуярившись, как она мне объявила это? Во-первых, ты все выдумываешь, а во-вторых, удар должен идти по касателям. Хорошо, так. Как у Соловьева, ты же наверняка видел, он своровал у тебя идею бесконтактного боя. У меня на хате никогда не было 15-летних баб отпизженных, ну, я, пожалуй, не буду комментировать, а 15-летних не было. Вот, истерпывающе, интересующееся. Жаль, что слился со стрима с Мэдом. Будешь в дальнейшем общаться и стримить с ним? Он потом на стриме говорил, что... Буду, но не по официальным вопросам ЛДПР больше, а так, исключительно по дружеским залетам. Ты считаешь, Мэд несерьезный, да, такой? Не, ну, вопрос, что он серьезный задавал, ну, просто нет, вся вот такая постраничная манера, кажется, немного неуместная, когда мы говорим про реальные проблемы людей и, блядь, эту реальную хуйню. Одно дело, когда мы рафляем, блядь, над кем-то, это, блядь, без базара. Я за любую рафляночку там посидеть, обсудить кряхтение юзи. И другое дело, когда вроде как собрались, типа, людям ответить на вопросы, которые их интересуют, обрисовать, как ситуация в стране обстоит. А тут... Короче, блядь... Ну, может, он не сориентировался просто? В следующий раз будет нормально все, нет? Я не понимаю, ты чего, блядь? Его теперь продюсируешь, блядь, или... Да нет, я просто, как сказать... Серег, что если я скажу тебе, что необязательно абсолютно любую тему из доната притворяться, что тебе это интересно, хотя ты половины, блядь, в этой теме не знаешь. Мы можем перейти к следующему донату, и если он будет, например, интереснее, ты будешь знать, о чем там идет речь, то тогда мы можем его обсудить. То есть тебя никто не обязывает. Мне почему-то кажется, что сейчас кто-нибудь скинет, типа, донат, типа, Юра, как тебе земля Елизарова? Я такой слышал. Ты такой, нет, расскажи, про что она, я тебе буду 700 страниц, нахуй, рассказывать. Типа, блядь, ты... Не, ну я слушал хайлайт. Разжевывать каждый вопрос, особенно если, типа, это не особо интересно ни тебе, ни мне. На тебя я гляжу интересно, прям ты такой, когда... Ну, я знаю, как люди давно ждали, когда ты будешь стримить с Мэдисином. По-моему, этого же давно не было, я не путаю. Ну, я же не виноват, что ли я стримить на Твиче. Я на Твиче не иду принципиально, потому что я не считаю, что кто-то волен ограничивать мое употребление слов пидорас, ниггер, негрила, гомосеки, мокрощелки, лесбухи, бучихи, блядь, трансухи и всей этой хуине. Я не отчитываюсь за слова, которые, блядь, не употребляются употребляются с целью оскорбления, а являются частью богатого великого русского языка. Если есть проблемы с матом, так и напишите. Нельзя материться, блядь. Я, может, не буду материться. Если есть проблемы с какими-то, блядь, обозначениями человека, который по жизни пидорас, я на такой платформе стримить отказываюсь. Я могу и Илью подставить, нечаянно, так сказать, спиздану. И на самом деле я не сильно-то и хочу следовать этой совершенно, блядь, SJW парашной, блядь, волне идиотизма. Угу. Ну а на Ютубе? На Твич, да-да-да. Обязательно залейте и назовите Хованский про стримеров на Твиче, чтобы им скидывали, они такие, так, я считаю, что Хованский сказал про стримеров, а там в итоге открывать, там я такой, пидорас, нигер, макрощелка. Ну, да, я понял твою позицию. Только ты почему-то переключил тему с Мэдисона на Твич, вот, хотя стримили-то вы на Ютубе, у Ежи Сарматы. Нет, ну там мы стримили у Ежи Сарматы, но там мы конкретно стримили по вопросам ЛДПР. Есть время и есть место, блядь. Ну, да. То есть у тебя с Мэдисом только несерьезные стримы. Так, мы же не серьезные, серьезные, но одно дело, блядь, когда люди приходят посмеяться и другой развлечься и другое дело, когда люди приходят с проблемами или с реально серьезными вопросами. Да я это все это уже поняли, что... Я не понимаю, что ты меня пытаешься притянуть, блядь, и каждый раз повторяешь это такой инстанкт. Ну, то есть понятно, то есть Мэдисон несерьезный, да, хуй ты пытаешься, блядь, сказать то, что я не говорил, блядь. Нет, нет, нет. Я говорил, что он несерьезный, я говорил, что есть конкретно стримы для определенных целей, и это надо разделять, иначе все превратится вот в одну большую постиронию, блядь. Я с тобой полностью согласен, что надо разделять. просто как бы это давно готовилось, ваш совместный стрим, и может быть в следующий раз просто будет понятна тема заранее. Я даже не знал, что он будет. Я пришел, там Власов и езжу с Арматой. Мне говорили, что он как раз на твоем стриме будет, вот и вся подготовка, а его тут не было, поэтому не выдумывай. Ну, может, у меня как раз и будет нормальный стрим, я, может, выясняю у тебя, как сделать, чтобы ты не ливнул, чтобы все было серьезно, или наоборот, рафляночка с самого начала. Ой, начинается как с Моргенштерном вот эта хуйня, типа, или как с сходкой моей. По сходке мы уже договорились. Я непритепляемый, меня нельзя прицепить обязательно. Может, зайду, может, не зайду. Не надо, ты пытаешься слов плести капкан, чтобы я такой, ну да, зайду. Юра, ты меня подозреваешь, чем-то не надо. Нет, я, типа, я как, ну, сейбот, нахуй, я тень. Можно ли поймать тень? Нет. Тень просто появляется, когда солнце светит, блядь, на какой-то объект, блядь. Так что, может, приду, может, не приду. Может, да, может, нет, может, писька я в забор, блядь. Кто знает? Да я так всем и говорю, что ты не обузданный жеребец. Омбудсмен, на стриме Сарвата все увидели, чего стоит твоя преданность, которой ты так любишь бравировать. Бравировать, клоун. Вот. Это ко мне вопрос? Это вот донат. А че я прослушал просто? Это, на стриме Сарвата все увидели, чего стоит твоя преданность, которой ты так любишь бравировать, клоун. Кому, блядь, ёпта? Чему? Не знаю. Я давно с Сарватом не стримил, если что. Ну, это, видимо, из-за погрома, блядь, который хуйню несет, блядь. Ну, мне тоже, блядь, госпожа АТМ рассказала, что погром любит стропон, блядь, и он позор как русских националистов, так и русских вообще. Потому что, блядь, уж сколько-сколько с Тесаком мы дружили и конфликтовали, но Тесак хуйни из головы не придумывал. Поэтому Егор Погром, блядь, ёпта, это отщепенец и вопрос решенный. Отправляю его Сим, приговариваю его в гнилую тусовку вслед за Артификсом. Попутно со Жмелем. Интересная какая тусовка получается. Да, ставьте единички. У них, правда, нету своих альбомов, но вы ставьте единички Артификсу по-прежнему. Интересующие всем. Вернёмся к вопросу про Мэда. А депутат, по-твоему, совсем не хочет врофлы? Как по мне, так наоборот выгоднее, если он не будет весь стрим с постным еблетом сидеть и забирать что-то. Надо же и разряжать обстановку, делать её неформальной. Ну, это пусть они там сами разряжают. Может, он и не против, а я всё-таки как-то это... Я не для того эти запросы все разбираюсь, чтобы мне потом туда постраничную всякую хуйню направляли, блядь, и моё время тратили. Пуси Дестроер. Вопрос про стрим Сармата и то, что ты показал, чего стоит твоя преденность, касается не Погрома, а Мэдисона и Власова, которых ты, типа, обоих уважаешь, но при этом кинул на стриме, выставив куколдами. Ну, я предупредил, во-первых, что мне в таком ключе неинтересно продолжить беседу, а потом, да, ливнул. И считал, что так будет проще. Моя, так сказать, под мою ответственность. Невежливо получилось, но что делать? Стало как-то тошно. Вот и вышел, так сказать, покурить условно. Ну, ты знаешь, ты вот здесь поступил, как современная молодёжь, которая идёт за собственным чувством, за собственным чувством комфорта. 30 лет современная молодёжь. Наконец-то меня назвали современной молодёжью. 30 лет меня называли старпёром, ебаном, теперь я современная молодёжь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова